Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Экономика дня» на телеканале CBC в студии Елены Косолапова. В этом выпуске обсудим последние изменения на мировом финансовом и фондовом рынке. В гостях у нас в студии сегодня Фархад Парвизи, эксперт по вопросам экономики и управления. По видеосвязи к нам присоединяется Дмитрий Жуков, президент компании BarterDAO. Уважаемые эксперты, здравствуйте! Большое спасибо, что присоединились. День добрый. Добрый день. Фархад, хочу сначала обратиться к вам и начать с того, что происходит на мировом фондовом рынке. Мы видим, что крупнейшие мировые фондовые рынки обновляют новые рекорды. Среди них индекс Dow Jones, S&Pors 500, Nasdaq. Также свои исторические максимумы достигли или обновили даже. Близки к этому биржи Европы, Канады, Бразилии, Индии, Японии, Австралии. Есть ли у вас какое-то объяснение происходящему? Как вы считаете, значит ли это, что та нестабильность, которую мы наблюдали последние несколько лет, она закончилась? Нестабильность, которая началась с пандемии, потом продолжилась и усилилась из-за геополитических изменений. Значит ли то, что сейчас фондовые рынки растут, интерес инвесторов увеличивается? Соответственно, эта нестабильность закончилась и инвесторы больше уверены в завтрашнем дне. Это очень хороший вопрос. Я, к сожалению, как известный экономист, забыл свой хрустальный шар сегодня опять дома. Будет тяжело отвечать на эти вопросы. Но если мы будем изучать экономическую историю и смотреть на циклы того, как существует экономика, всегда перед большим провалом все показатели, все фондовые индексы всегда были на своем пике находились. К сожалению, так устроена современная монетарная система, когда бухиваются деньги, это поднимает экономику, ВВП растет, индексы растут, это создает большую кучу плохих инвестиций, после чего производство настолько возрастает, что на него нет спроса, люди не могут это покупать. Потом идет кризис перепроизводства и тогда начинается цикл баст кризиса, когда свободный рынок пытается стабилизировать. Дотаскивает плохих игроков, оставляет хороших. И так это на протяжении последних 100 лет, с тех пор, как Федеральная резервная система и Центробанки начали вмешиваться в монетарную политику путем печатания денег. И, в принципе, если мы посмотрим, весь этот рост происходит на рынках, которые не затронуты геополитическими кризисами, такие как Азия, Евразия, там, где нет войн, там, где нет протекционизма, скорее, где протекционизм играет на руку определенным странам. Сейчас рост США идет за счет того, что они поставили большие пошлины, прекратили свою свободную торговлю с Китаем, с Азией, благодаря чему развивается Южная Америка сама по себе. Европа очень долгое время находилась в минусе, но как-то все теперь привыкают к этой войне и как-то наладили свое производство, свою экономику под новые реалии. Соответственно, все выстраивается, или как минимум кажется, что все выстраивается, но я бы не спешил делать выводы по высоким уровням специфических фондовых показателей, потому что всегда на протяжении всей нашей истории свободного рынка и федерального резерва всегда перед большой бурей всегда идет очень большой рост. Поэтому возможно, что эти все напечатанные деньги были вложены в очень много неэффективных инструментов. Должна быть рыночная коррекция, но благодаря тому, что США удерживает другие рынки от роста, за счет чего сама растет, у них нет безработицы, покупательская способность пока не падает. Но посмотрим, какой будет ответ Азии против этого, от этого будет много чего зависеть. Дмитрий, теперь хочу обратиться к вам. Как вы считаете, насколько связан между собой рост на фондовых биржах различных стран? Есть ли какие-то общие причины, которые вызывают этот рост, или это так просто совпало? И согласны ли вы с вашим оппонентом, с предыдущим экспертом относительно того, что возможно это такое затишье перед бурей и соответственно пик, а потом может быть и падение? Коллега все правильно сказал по классике экономических циклов, как это все может происходить. Сейчас видим такие общие накопления по активам, а по большинству индексов стран, по фондовым рынкам действительно наблюдаются пиковые значения, в том числе и по такому активу, как золото, и по криптовалютам хорошо удерживается биткоин. Возможно это связано еще с тем, что ввиду многих санкций, которые накладывает Америка, в том числе и рынки действительно локализовались и продолжают самостоятельно развиваться, отчего происходит и общий рост экономической массы, который создает новые экономические ценности. Фархад, вновь вопрос к вам. Ну вот Дмитрий упомянул золото, действительно, помимо того, что мы наблюдаем оживление на фондовых рынках, также мы видим, что последние месяцы растет цена на золото. Один рекорд за другим, вот сегодня новый рекорд, 2450 долларов за тройскую унцию. При том, что золото это такой актив-убежище, к которому обычно инвесторы обращаются как раз тогда, когда на рынках нестабильно. То есть, здесь такие две взаимоисключающие, казалось бы, тенденции. С одной стороны, оживление на фондовом рынке, с другой стороны, инвесторы вкладывают в золото. Или все-таки, на ваш взгляд, это не настолько взаимоисключающие тенденции? Из того, что я помню по своим анализам, золото всегда перед кризисами возрастало. Если мы вспомним 2008 год, кризис, оно было 400, резко поднялось на 800. Это всего-то было там чуть менее 20 лет назад, сейчас уже 2400. Всегда рост золота коррелировал. Это нельзя сказать, что из-за того, что золото растет в цене, поэтому кризисы происходят. Но рынок не обманешь, люди чувствуют, люди боятся. И, соответственно, они уходят в убережение. Золото, оно не приумножает твое богатство. Это, в принципе, бесполезный кусок металла. Полезный кусок металла, но с точки зрения, это не бизнес сам по себе. То есть, из золота ты ничего не создаешь. Это просто убежище на какое-то время. И, соответственно, когда рынок шатается, когда нет уверенности, ты не хочешь расти, ты хочешь уберечь. И золото в этом плане является одним из инструментов, который 6000 лет уже уберегает свою стоимость. Соответственно, можно сделать вывод, что если оно растет, соответственно, глобальные инвесторы понимают, что рынок, возможно, перегрет, и потихонечку готовится к его остыванию. По крайней мере, из того, что я помню за последние несколько экономических циклов, золото всегда росло прямо перед ними. Значительно росло. Дмитрий, вновь вопрос к вам. Вот вы до этого упомянули криптовалюту тоже. Действительно, еще одна очень интересная тенденция. Финансирование криптовалютных стартапов за первые три месяца этого года выросло на 40%. Достигло 2,4 миллиарда долларов. Ну и вообще, курс основных криптовалют, в частности биткоина, в последние месяцы достаточно на подъеме. Можно ли, на ваш взгляд, это объяснить растущим недоверием существующей фиатной системы финансовой? Ну не то, чтобы сказать недоверие, скорее неповоротливостью ее. Потому что стартапы хотят привлекать финансирование сейчас и быстро, и от международных инвесторов. А текущая финансовая система, в том числе в подсанкционных странах, ограничивает финансовые потоки и для стартапов, и для самих инвесторов, и для международной торговли, в том числе, все это прекрасно понимают. А возможности блокчейна, криптовалют, их перевода стейблкоинов, того же токенизированного золота, позволяют те же и традиционные финансовые инструменты покупать в токенизированном виде. И то же золото, например, его сейчас часто используют на рынке крипто, чтобы не фиксироваться, например, в доллары, а при коллапсах рынка или в коррекциях того же биткоина фиксируются в токенизированное золото с целью сохранения своего капитала. Фархад, продолжая тему криптовалют, мы видим, что количество криптовалют увеличивается в геометрической прогрессии, каждый день появляются какие-то новые криптовалюты. Ну вот, допустим, сейчас растет криптовалюта, которая названа по имени Сталина. Сталин он Сулана. Хотя, казалось бы, где Сталин, где криптовалюты. И вообще таких криптовалют, каких-то непонятных абсолютно, очень много. Вспомним, допустим, Доккоин, вспомним 2022 год, когда возникла криптовалюта Уолл Смит, после того, как был скандал на вручении Оскара с участием актера с этим именем. Есть криптовалюты, названные в честь Владимира Путина, президента России. Есть криптовалюты, которые названы в честь Дональда Трампа, бывшего президента США. Хотя, опять же, никакого отношения к этим людям эти криптовалюты не имеют. Вопрос такой, создать-то можно все, что угодно, наверное. Но что заставляет людей в эти криптовалюты, такие достаточно сомнительные, вкладываться? Есть такая хорошая книжка, «Сумасшедство масс», называется, которая рассказывает про то, как люди сходили с ума по тюльпанам, по остроиндийской компании. Современная экономическая наука очень долго была построена на идее homo economicus. Это то, что Таллер его называет «человек рациональный». Предполагалось, что человек способен делать всегда рациональные, правильные выводы. Поведенческая экономика, которая совместила психологию, поведенческие науки и экономику, она доказала, что человек совершенно нерационален в своих действиях. И массы, тем более нерациональные, чем больше людей, тем больше глупостей мы можем совершать по разным причинам. Там внутренние блокеры есть, общественные блокеры есть, соответствия есть и так далее. И тому подобное. Очень много причин, почему это сумасшествие мы сейчас наблюдаем. У нас как-то была с вами долгая беседа на передаче по поводу биткоин. В принципе, это добро или зло. Есть две теории, что на самом деле это не поворот для финансовой системы, это протест свободного рынка против этих монополистов, банкиров, негодяев, которые все деньги вокруг себя держат. А вторая теория является в том, что это они сами же придумали, чтобы отводить от себя подозрения, и чтобы люди опять продолжали вкладывать в инструменты, которые сдерживают распространение денежных средств в обороте. То есть биткоины, мы можем много говорить про них, но как только начнутся они тратиться, сейчас пока что люди их держат как инвестиции, так же как и золото, никто золотом не расплачивается само по себе. Интересно начнется, вот я бы хотел посмотреть, что будет с биткоином, когда люди начнут реально в широком масштабе им пользоваться, а не просто держать и создавать искусственный спрос. А вы видите тенденцию, что к этому идет? Готово ли государство принять, ну не на уровне Сальвадора, допустим, где уже можно расплачиваться биткоином, а на уровне более больших, сильных государств? Как человек, который долго изучал монетарную политику, я очень хорошо понимаю, насколько сильно лобби стоит за современной денежной системой. Я не вижу каких-либо перспектив, чтобы что-то произошло без их желания этому произойти. Я понимаю, там свободный рынок, он сильный и так далее, но на данном этапе цифровой диктатуры, на которой мы сейчас видим, я не вижу никаких перспектив, чтобы биткоин или какой-либо другой коин был бы на самом деле независимой валютой, чтобы его разрешили быть конкурентом доллара. Возможно его разрешать идти вместе с долларом, с какой-нибудь цифровой доллар, будет цифровой евро, будет цифровая монетарная. Технология сама по себе очень интересная, но она сильно пошатывает интересы банков, потому что, как я в прошлый раз говорил, если хотите 1 миллиард доллар биткоинами перечислить, это вам будет стоить 6 долларов. Если вы хотите 1 миллиард перечислить традиционной банковской системой, вы можете себе виллу купить на эти банковские проценты, которые они у вас возьмут. Соответственно, я скорее больше предполагаю, что традиционные валюты уйдут в блокчейн, нежели независимый блокчейн валюта станет нормой. Более консервативное мнение по этому поводу. Дмитрий, а вы что думаете по этому поводу? Насколько независимы, на ваш взгляд, криптовалюты? Ведь когда они только появлялись, именно то, что они независимы, не контролируются со стороны какого-то правительства, со стороны какого-то центра банка, называлось одним из главных преимуществ криптовалют. Насколько это соответствует действительности, на ваш взгляд? Ну, смотря какой независимости, независимости от чего, от этого надо рассмотреть. Если независимости от, например, действия какого-то либо человека или какого-то одного центра, то в этом случае да. Если в плане правительств и многих других крупных корпораций, так или иначе, они на уровне майнинга это поддерживают, в том числе и крупными странами, и Америка, Россия, Казахстан входят в топ этих стран. Америка, например, больше половины майнинговых мощностей и запасов накопленных биткоинов имеют. Поэтому тут относительно какой независимости можно говорить? Если в плане транзакционной независимости от банков, да. Здесь совсем другая схема уже для банков и даже для цифровых валют самих центральных банков. Для классических банков будет менять схема пользования этими уже цифровыми токенизированными фиатными валютами. Потому что коммерческие банки, по своей сути, не будут уже хранить деньги, как сейчас, наличные. Они будут их имитировать через свои центральные банки и потом уже передавать по клиентам. Дмитрий, а вот сейчас некоторые аналитики сравнивают криптовалюты с финансовой пирамидой. Действительно, на финансовых пирамидах тоже когда-то кто-то смог заработать, но большинство все-таки потеряли. Как вы считаете, насколько корректное сравнение? Насмотря с какими криптовалютами, например, такие как мемкоины, как вы сказали, Сталин на Солане, блокчейне и другие. Они так и называются, мемкоины. И проекты в открытую говорят, что тут ничего особо серьезного не будет происходить. А многие очень серьезные по дорожной карте заявления по желаниям развития проекта, они на самом деле фейковыми оказываются. Но люди в желании очень быстро заработать, насмотревшись рекламы о том, как другие из одного доллара делают миллионы за короткий период. Причем эту рекламу сами же владельцы этих мемкоинов и распространяют, в чьих интересах эту тему разогнать. В этом плане можно назвать, потому что выход, что такое пирамида по классике, выход следующих участников, инвесторов, назовем их так даже, осуществляется только за счет денег предыдущих, а не за счет создания новой ценности какого-либо действующего проекта, за счет продажи полезного продукта или услуг. Как вы оцениваете перспективы вот таких валют? Я думаю, это намного-намного более эффективно, чем то, что мы сейчас имеем с точки зрения банковской системы. Сделать это однозначно лучше потребителю. И как экономист мы всегда знаем, что всегда надо делать то, что лучше потребителю. Но у меня большой скепсис есть по поводу личных интересов центробанкиров. Они все подвязаны на свои банки, они так или иначе лоббируются, мягко говоря. Но с другой стороны, если центробанк создает эту цифровую валюту, он ее и контролирует. Центробанк, когда мы говорим, центробанк это не просто организация, это люди, которые там сидят. А у этих людей есть личные интересы. Поэтому никогда центробанк сам по себе это не какое-то амортное принимающее решение, объективное божество. Это кучка людей, у которых есть свои интересы. И эти интересы могут лоббироваться и направляться. Нету никаких технологических препятствий любой стране мира сейчас ввести цифровую валюту. Другой вопрос, а почему так долго не водят? А потому что, а что делать даже в Азербайджане тем 30 плюс банкам? На чем они будут зарабатывать? Куда этих людей всех девать? А эти банкиры, как они будут свои сотни миллионов чистой прибыли в год зарабатывать? И когда мы понимаем, какое количество денег потеряет вот эта большая элита банкиров, которые столько лет вот это все набирали, и они в один день просто прекратят свое существование. То есть не нужны будут банки для транзакций, а это большая часть. Они нужны будут там для сбережений, реаниместиций, депозитов, кредитования. Но очень большие деньги они именно зарабатывают на транзакции. То есть вы приходите в магазин и что-то купили. И все, нету больше никаких операционных расходов банков. Вы через свой криптокошелек заплатили напрямую криптокошелек магазина. С этой точки зрения, я думаю, что будут удачные эксперименты в свободных экономиках. Я предполагаю, Гонконг один из них. Скорее всего, потом пойдет ОАЭ. Вот эти страны, которые открыты значительным уменьшением бюрократии. И когда свободный рынок начнет перетягивать всех в ту сторону, другие поймут, что окей, мы можем еще долго играть на интересы банкиров, но если мы будем так продолжать, у нас тут бизнеса не останется. И тогда свободный рынок начнет свое давление на другие страны, и рано или поздно мы придем к этому. Это неизбежно. Обидно лишь то, что опять поздно понимают, тем более развивающие рынки, важность создания удобств и в первую очередь ставить интересы потребителей, а не интересы банкиров и производителей. Как только целеполагание поменяется, и мы будем думать о потребителях, тогда все у нас станет намного быстрее. И бюрократия уменьшится, и цифровой монат, рубль, и другие валюты тоже быстро появятся. Дмитрий, а вы как считаете, могут ли криптовалюты, ну или цифровые валюты центробанков, которые они планируют, изменить кардинально мировой финансовый рынок? Ну, они его точно дополнят, улучшат в плане транзакции, но скорее здесь будет будущее у таких цифровых валют центральных банков успешное в том случае, если они выйдут в открытые блокчейны и начнутся торговые пары, в том числе и с обычными криптовалютами, которые уже сейчас существуют. Потому что если создавать те же цифровые валюты, цифровые деньги, мы и так их видим на счету своих мобильных банков, и там уже без интернета практически никто не использует. То, что они будут для пользователя там внутри, либо на блокчейне, либо нет, это особо значения никакого не имеет. Здесь это в первую очередь рассматривает страны, пока ввести на уровне международной торговли, и страны BRICS тоже изучают возможность создания своей обеспеченной валюты, за которую хотят ввести внешнюю торговлю с партнерами. В этом плане интересные могут быть кейсы для использования именно валюты цифровых банков в международной торговле. Потому что сейчас транзакции, они не все хорошо работают, не со всеми деньгами. Фархад, вновь вопрос к вам. Мы видим ситуацию, с одной стороны, вроде бы растут инвестиции на фондовом рынке, то есть какие-то крупнейшие компании, и с другой стороны растут и инвестиции частных инвесторов, криптовалюты, золото, какие-то другие активы. Как так получается, что столько свободных денег, которые по сути сейчас пытаются инвестировать во все направления? Будет ли утилизация вот этой денежной массы на каком-то этапе? Да, вот поэтому и кризисы наступают после вот таких сумасшествий, печатания денег, разбрасывания их везде, везде, куда можно и куда не можно. Потому что деньги не спят, даже на депозитах сейчас в Европе, в Азии, если вы просто поставите на депозит, то они будут у вас списывать деньги, нежели давать вам депозит, в отличие от Азербайджана. Потому что государство не хочет, чтобы держали деньги, они промотят то, что идите, вкладывайте в экономику, развивайте, пусть производство, сервисы и так далее растет. Соответственно, держать деньги просто так, даже в банке на своем депозитном, еще вы будете уходить в минус. Соответственно, все инвесторы начинают вкладываться, и это самая большая проблема, потому что от того, что очень много денег, вкладываются куда попало, это создает то, что мы называем мал инвестмент, плохие инвестиции, и рынок потом будет корректироваться, потому что это никто не будет покупать, и тогда идет, опять мы идем на фазу спада. И да, это будет результат. Это то, как рынок сам себя вылечивает. После большого роста идет большой спад. Чем сильнее рост, тем сильнее спад. А откуда такое большое количество денег? Это последствия пандемии, когда печатались деньги, или еще какие-то причины? Просто представьте, что 75% всего исторического госдолга США было взято в последние 10 лет. За 200 лет 75% только в последние 10 лет. Это чтобы вы просто понимали, какое количество денег только одни США напечатали. Я уже не говорю про Европу, Китай и прочие страны. Соответственно, такого производства нет. То есть люди при этом все сидели дома и ничего не производили. Много денег, мало производства, и получаем то, что получаем. Самая высокая инфляция после 70-х годов. Пытаются мягко посадить уже который год. Посмотрим, что получится. Пока что получается. Смогут ли они дальше продолжить это, пока неизвестно. Дмитрий, вновь вопрос к вам. Ну вот последние пару лет и в Европе, и в Америке, вообще в большинстве развитых стран с экономикой было не очень все хорошо. Вот как уже упоминалось, инфляция очень высокая. Пытаются с ней бороться. Не очень хорошо получается. Но с другой стороны мы видим активизацию на фондовых рынках. Может ли это привести к экономическому росту? Потому что по итогам прошлого года, допустим, в Европе вообще ожидали рецессию. Но в итоге вроде бы рецессии избежали, но в целом по европейскому пространству. А отдельные страны все-таки столкнулись с рецессией. И эта угроза сохраняется и в этом году. Судя по тому, что происходит на фондовых рынках, мы можем какие-то более позитивные прогнозы делать? Как вы считаете? Например, по фондовому рынку Америки S&P 500 индекс основной, там практически 1,4. Его рост связан с одной компанией. Это компания NVIDIA, которая производит чипы. А сейчас везде разгоняют тему искусственного интеллекта. Для искусственного интеллекта мало кто об этом говорит. Нужны очень большие мощности для того, чтобы он дальше мог развиваться и не стоять на месте. А для этих мощностей нужна очень большая поддержка производства чипов, которые сейчас находятся в большом дефиците. И в том числе связано по некоторым странам с прекращением поставок из других стран, таких как Китай, например, других стран Азии, Тайваня. Сейчас многие борются как раз за свое производство чипов, налаживание. По поводу российского рынка, например, с событий февраля 2022 года на текущий момент в этом месяце рынок уже по графику московской биржи, по индексу, восстановился полностью. Об этом мы тоже можем сказать, что несмотря на все наложенные санкции, которых за всю историю рынков никогда не было, рынок и российский смог восстановить свои подели за два года. В дальнейшем я также ожидаю все равно ближайшую перспективу хотя бы на один-полтора года еще увидеть дальнейшее продолжение роста. То есть вы говорите, что рост, если говорить про США, обеспечивает только отдельные компании. Значит ли это, что в целом перспективы по американскому рынку вы оцениваете не очень позитивно? Допустим, вспомним тот кризис банковский, который происходил на фоне поднятия ставок. Как вы считаете, те банкротства банков, они уже остались позади или чего-то подобного мы можем ожидать и в дальнейшем? Ну, банкротства банков они могут и продолжаться и очень крупные банки действительно падали, но они все равно поддерживаются государствами так или иначе и со стороны центральных банков тоже и сейчас уже вряд ли будут происходить на рынке такие моменты, когда прям действительно банкротится банк или происходит какой-либо финансовый кризис, как и в 2008 году, например, было. На текущий момент правительство и центральные банки все-таки поддерживают другие коммерческие банки для того, чтобы такого не происходило и не повлекло коллапсов на общем рынке. Пархад, вновь вопрос к вам. Вот вы сегодня упоминали некоторые экономические теории, проверенные годами, но с другой стороны, как вы считаете, работают ли они сегодня на фоне тех геополитических изменений, которые мы видим, на фоне санкций, на фоне торговых войн, на фоне всех законов, которые, по сути, идут в разрез с законами рынка. Насколько мы можем обращаться к тем законам, которые работали 20, 30, 50 лет назад? Такой сложный вопрос. Я сейчас пытаюсь вспомнить, какой закон не работает. Закон спроса-предложения работает. Инфляцию, мы очень долгое время думали, что она потеряла привязку к печатанию денег. Последний, после ковидный период, в принципе, доказал нам, что нет. Милтон Фридман был прав. Инфляция – это всегда мониторный феномен. Больше денег печатаешь, и они обесцениваются. Пока что история на стороне, экономических циклов, фундаментально монетарная и фискальная политика правительства не изменилась. Они по-прежнему очень долго берут в долг, по-прежнему любят печатать деньги. То есть структурная экономика не изменилась. Появились какие-то дополнительные инструменты стерилизации денежных средств. Появилась война, появилась глокализация, не глобализация, как раньше были, страны начали уходить во вторки, сами себя обеспечивать. И это тоже было в истории, это тоже ничего нового не произошло. Поэтому ваш вопрос меня немножко врасплох поймал, изменилось ли что-то на самом деле в этом кризисе или нет. Потому что экономические законы, они такие же законы, как и законы физики. Независимо от того, что правительство будет предпринимать, два плюс два всегда будет равно четыре, за исключением больших политических амбициозных лидеров, которые будут заставлять детей учить в школе, что два плюс два равняется пять. Объективно, допустим, торговая война между Соединенными Штатами и Китаем, взаимные ограничения, какие-то пошлины, санкции и так далее, как-то влияет на мировой рынок? Все-таки две крупнейшие экономики. То, что происходит там, отражается на всех. Да, происходит, но trade wars, торговая война, это не новость для экономики. Современная экономическая теория всегда выступает за свободную торговлю, так как в долгосрочной перспективе она лучше обеспечивает. Но современная политическая история говорит, что после периода, долгого периода либерализации всегда наступает период, когда глокализация обратно. То же самое мы видели до Первой мировой войны, когда граждане России в Петербурге могли сесть на поезд и без визы доехать до Парижа, погулять и вернуться. Потом началась Первая мировая война, потом и Вторая мировая война, когда все свободно торговали и опять пришел какой-то лидер, которому этого не нравилось, он опять начинал войну. И каждый раз это либеральный цикл, либерально-свободной торговли заканчивается, к сожалению, войнами и все опять прячутся в своих раковинах у себя. Потом видят неэффективность этого, понимают, что лучше сотрудничать, приходят новые лидеры, как Тейчер, как Реган и идет обратная либерализация, а потом опять обратно. И, к сожалению, эти экономические циклы... И все идет по кругу. И все идет по кругу. Ничего нового не происходит. Дмитрий, и вновь вопрос к вам, наверное, уже заключительный вопрос, так как эфирное время наше подходит к концу. Нас, конечно, интересует то, что касается нас, то, что нам ближе. То, чем мы пользуемся, мы сталкиваемся с курсами валют. Как вы считаете, то, что происходит сегодня на фондовом рынке, то, что происходит на финансовом рынке, как может повлиять на курсы валют, ну, в первую очередь, курс основной валюты, мировой доллара? Будут ли какие-то изменения? Возможно ли какие-то изменения? Ну, как мы видим, пока по ключевой ставке, по таком ключевой метрике, ФРС продолжает ее удерживать, из-за этого и получается инфляцию наладить, как они показывают результаты. В целом, пока все равно доллар является такой, самой укрепляющей валютой, несмотря на то, что Китай продолжает продавать госдолг Америки сейчас с регионными темпами, тем не менее, доллар остается более-менее стабильным. Ну, то есть, как минимум, в краткосрочной перспективе ждать каких-то существенных изменений не стоит? Существенных изменений точно нет, краткосрочные изменения могут быть, да, валюта может быть волатильной. Спасибо большое, уважаемые эксперты. К сожалению, эфирное время наше подошло к концу. Напомню, что в гостях у нас в студии сегодня был Фархад Парвизи, эксперт по вопросам экономики и управления. А по видеосвязи к нам присоединялся Дмитрий Жуков, президент компании BarterDAO. Это была передача «Экономика дня». Меня зовут Елена Косолапова. Сегодня мы говорили о новых рекордах на мировых фондовых рынках и о росте спроса на криптовалюты и золото. На этом передача подошла к концу. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова